Отходы в доходы. В агрохолдинге Юрма внедрена технология ускоренного компостирования птичьего помёта. Помёт с птичников доставляется на площадку перед цехами компостирования. С помощью фронтальных погрузчиков укладывается в бурты в цехах компостирования. Смешивается с органическими углеродосодержащими добавками, опилками, соломой и препаратами на основе ферментных бактерий, ускоряющих созревание компоста. Здесь же в цехах. Бурты подвергаются регулярному ворошению, производится контроль за температурой и влажностью смеси в буртах. Через 30 дней компост проходит исследование на химический состав. В результате получаем экологически безопасное органическое удобрение Юрма-Био, на которое получен сертификат соответствия. Результаты мы почувствовали в тот же год, когда внесли первый раз птичий помёд. Это было примерно 5 лет назад. Предположим, урожай с капустой в среднем было 700 центнеров с гектара. На полях, где вносили птичий помёд, свыше 1000 центнеров с гектара было. В зависимости от сорта. Привнесение на капусту птичьего помёда позволяет увеличить урожайность в 1,5-2 раза. Если минеральное удобрение нужно выносить ежегодно, то органическое не чаще, чем один раз в 3-4 года. Экономия очевидна. Органическое удобрение я уже, можно сказать, несколько лет использовал. Гусиный помёд раньше. Навоз есть, конечно, навоз. Это в любом виде. Навоз – это хорошее удобрение для растений. С осени заключили договор на поставку удобрения в качестве куриного помёда. У них есть сертификаты, они предоставили. Я надеюсь, результат, конечно, будет хороший. Но мне это очень выгодно. Уникальное удобрение можно использовать и в саду, и в огороде. Пенсионерке Елене Кадыковой агрохолдинг «Кюрма» привёз в подарок целую машину компоста. Теперь она сможет получить достойный урожай с приусадебного участка. Я рада, счастлива, очень благодарна к агрономной фирме. С 1 января этого года в России вступил в силу закон об органической продукции. Одно из его главных условий – запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков при выращивании органической продукции. Для выращивания экопродукции необходимо использовать только органику. Польза органических удобрений, в отличие от минеральных, в том, что они улучшают фотосинтез. Внесение органических удобрений приводит к накоплению, к увеличению запасов гумуса в почве, что, конечно же, отражается на урожайности сельскохозяйственных культур, на их качестве, на лёжкости, на товарном виде. Для чуваши это ещё и решение экологической ситуации.